Считанные часы остались до старта чемпионата мира по хоккею в Словакии. Отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпийские игры благоприятно повлиял на чемпионаты мира. Конечно, и в этом году отказники есть, но общий уровень команд впечатляет. И в связи с этим ожидания от турнира у болельщиков очень высокие. Сегодня команда Фокс Хоккей предлагает вам вместе с нами порассуждать о возможных итогах чемпионата мира 2019 года. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Для начала хотелось бы напомнить, что в этом году широкой хоккейной публике предстанет сборная Великобритании. В отличие от тех лет, когда британцы побеждали на Олимпиаде, в нынешнем составе команды почти нет натурализованных канадцев. Совсем наоборот, выход в элиту мирового хоккея обеспечили коренные британцы. Понятно, что высоких результатов от них ожидать не стоит, но тут определенно есть на что посмотреть. Сборная Великобритании еще одно доказательство того, что в хоккей играют во всем мире. Хозяевам турнира всегда приковано чуть больше внимания, чем к остальным. Разумеется, если речь идет не о фаворитах турнира, словаский хоккей все еще переживает не лучшие времена. Количество звезд мирового уровня стремительно сокращается, а на смену им приходят игроки в лучшем случае среднего уровня. Вот и в этом году главными звездами сборной можно назвать Томаша Таттера и Рихарда Паника. Ну и пару человек-защитников совсем не густо, так что больших чудес от сборной Словакии все же ждать не приходится. Еще ряд сборных будут бороться либо за выживание, либо за то, чтобы оставить от своей игры благоприятное впечатление. Список узнаваем. Италия, Австрия, Дания, Франция, Норвегия и Латвия. Разумеется, нельзя исключать, что кто-то из этих команд преподнесет сюрприз и заберется далеко по сетке плей-офф. Мы любим чудеса и будем всей душой за них болеть. Но в преддверии старта турнира ожидания от игры этих сборных все же скромные. Сборная Швейцарии уже давно вошла в элиту мирового хоккея. Большой подбор сильных хоккеистов, четкая и системная игра в обороне. Но все же у швейцарцев нет стабильности в достижении высоких результатов. Один год они могут играть в финале чемпионата мира, в следующем еле-еле попадают в четвертьфинал и способны отлететь от любого соперника. Что ждать от них на этом турнире? Абсолютно не ясно. Главная темная лошадка чемпионата. То же самое можно сказать и о сборной Германии. Действующие серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане слишком громко заявили о себе, чтобы пройти мимо них. Пусть прошло уже с того момента достаточно времени, но ожидания все еще высоки. Нам кажется, что повторить корейский триумф немцам будет невероятно трудно. Уровень конкуренции будет в разы выше. Группа у Германии послабее, поэтому выход в четвертьфинал вполне вероятен, а вот дальше вряд ли. У Мила Шаржиги были очень большие проблемы с составом. Есть неприкасаемые игроки вроде Якуба Ворочика, Михала Фролика, Онджея Палата. Но в то же время за океаном очень надолго задержались в плей-офф другие лидеры команды. Давид Пастерник, Давид Крэйчи, Томаш Гертл и Петер Мразик. Выбрать свиту к своим королям было трудно, но вроде бы все получилось очень достойно. Состав чехов очень крепок, и благодаря своей неповторимой системе игры они могут дойти чуть ли не до финала. Шикарная поддержка трибун чехам обеспечена на каждом матче. Это может быть большим фактором. Остерегайтесь чехов, они, как всегда, могут преподнести сюрприз. А вот кто сильно пострадал в плане состава, так это сборная Финляндии. Количество игроков, которые по разным причинам не добрались до Словакии, просто поражает. Потери Барковой и Лайны, наверное, самые существенные. Еще и Плей-офф Энхел забрал других безусловных лидеров. Зато мы можем наблюдать за игрой еще одной будущей звезды финского хоккея. Капо Како претендует на второй пик грядущего драфта. Познакомьтесь с ним поближе, он того стоит. А если говорить о команде в целом, к сожалению, финнам в этом году ловить нечего. По нашему мнению, есть претенденты помощнее. И начинаются они со сборной Канады. Нет Макдэвида и Кросби, но и без них кленовые листья собрали шикарную банду. Не стандартно сильная для чемпионатов мира вратарская бригада в лице Харта, Мюррея и Блэквуда уж точно позволяет канадцам рассчитывать на многое. Звезды и рывотяги есть в каждой линии, так что баланс соблюден. Все взоры будут направлены на Тавареса, Стоуна и Маршесо. Все как всегда, есть на что посмотреть. Если канадцы вернутся на трон, никто не удивится. А пока на этом троне два года подряд восседают шведы во главе с королем Хенриком, который все еще голоден до побед. Да, их состав выглядит слабее, чем на предыдущих чемпионатах мира. Но количество игроков мирового уровня у шведов настолько большое, что есть из кого выбирать. Мощная оборона, великолепная вратарская бригада, чуть слабее нападения, но Элиас Петерсон уже готов решать исходы матчей в одиночку, особенно на столь скоротечном турнире. Вот от кого не очень ждали собрать мощную бригаду, так это от сборной США. Даже с учетом отказавшего Остана Мэтьюса, американцы выглядят чуть ли не главными фаворитами на победу. Золота у них не было очень давно. Ну, очень давно. Патрик Кейн, Райан Сутер, Дилан Ларкин, Джонни Гудро, Джеймс Ван Римсдейк. И как дополнение будущее мирового хоккея – братья Хьюз. Куин уже засветился в паре матчей за Ванкувер и показал, кто станет системообразующим защитником команды на долгие годы вперед. А Джек будет первым номером грядущего драфта. Звездно-полосатые настроены серьезно как никогда. Помешать может лишь откровенно слабая вратарская бригада. Надеяться на нестабильного Кори Шнайдера так себе затея. Но игра в атаке этот недостаток должна компенсировать. Выход в финал для этой команды – задача минимум. Ну и второй главный фаворит турнира, исходя из состава – это сборная России. Гений в воротах, мощные бэкапы, убийственная атака в лице Кучерова, Малкина, Овечкина, Кузнецова. Впервые за долгое время отличный атакующий защитник Сергачев. Да, оборона как всегда вызывает опасения, но тут ничего нового. От этого состава сборной вполне обоснованно ждут только золото. Наши звезды недовольны итогами сезона, особенно еще не становившийся чемпионом мира Кучеров. Так что уровень спортивной злости и желание победить будет высочайшим. В последнее время на соревнованиях самого высокого уровня с участием всех сильнейших мы сами себе создаем проблем больше, чем соперники. Будем надеяться, что в этом году этого не произойдет, и сборная России вновь победит на чемпионате мира. На этом все. Пишите в комментариях ваши мысли о грядущем чемпионате мира. Кто ваш фаворит? Кто победит? Кто станет MVP? И так далее, и так далее. Если вам понравилось это видео, ставьте свой мировой хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok